Пока Россия обстреливает мирные украинские города и уничтожает критическую инфраструктуру, Украина вместе с европейскими партнерами продолжает восстанавливать разрушенное. И даже больше думает о будущем. В Брюсселе на Киевский инвестиционный форум собрались представители европейских институций, муниципалитетов, международных инвестиционных фондов и финансовых организаций. Среди участников – мэры Брюсселя, Парижа, Рима, Вильнюса, Сараева, Хельсинки и других европейских городов. Киевский городской голова Виталий Кличко обратился к участникам форума по видеосвязи. «Россия не может победить Украину на поле боя, поэтому изменила тактику и наносит террористические удары. Пытается оставить зимой украинцев без тепла, электроэнергии и воды. Но украинцы не сдадутся. Мы всё восстановим, сделаем нашу страну ещё лучше, красивее и успешнее». У европейских партнёров нет сомнений в победе Украины, поэтому планы восстановления страны они хотят строить уже сейчас. Сегодня мы фокусируемся на том, как будет выглядеть жизнь в Украине после окончания войны. Время подумать о том, как можно восстановить Украину и Киев. Финляндия уже много месяцев помогает Украине противостоять российской агрессии. Помимо военной помощи, партнёры планируют отправить в Украину партию энергетического оборудования. Ранее поставили медицинскую аппаратуру. Осенью правительство Финляндии выделило Украине 35 миллионов евро на гуманитарную помощь, временное жильё и поддержку государственного управления. Но финны не намерены ограничиваться текущей помощью. «Мы должны инвестировать в будущее. Город Хельсинки сделает всё, что сможет, чтобы помочь Киеву. Мы готовы к обмену опытом в вопросах цифровизации услуг, повторного использования сырья, постройке бомбоубежищ для мирных жителей и так далее. Несколько дней назад к нам приезжал чиновник из Киева перенимать опыт нашей стратегии цифровизации на практике. Мы готовы показать, как у нас всё устроено». Поддерживает Украину и Европейский инвестиционный банк. Там заявили о намерении удвоить финансирование проектов в Украине. За всё время сотрудничество банк инвестировал в Украину более 7 миллиардов евро. И вот сейчас подписан меморандум взаимопонимания между правительством Украины и Европейским инвестиционным банком. В частности, речь идёт о выделении почти миллиарда евро на модернизацию киевского метро и его работу. «Все вагоны метро сделаны ещё во времена Советского Союза. И сегодня о покупке оборудования для ремонта этих вагонов в России не может быть и речи. Поэтому нужна модернизация, чтобы киевляне могли пользоваться метро и дальше». Сейчас киевское метро служит не только перевозчикам. Станции-подземки киевляне используют как укрытие от обстрелов российской армии. «Одновременно здесь может находиться большое количество людей. Поэтому крайне важна бесперебойная работа всей системы». Метрополитен нужно сделать более отказоустойчивым. Киевский метрополитен – это очень сложная организация, очень много схем, механизмов. И всё это находится не в лучшем состоянии, потому что это всё старое. Ещё до войны метрополитен перевозил много людей. И любая аварийная ситуация, например, короткое замыкание или какая-то аварийная остановка, могут создать опасные ситуации. Сейчас там могут находиться люди, которые ищут там убежище. И такая ситуация может стать ещё опаснее». И в Европейском инвестиционном банке утверждает, модернизацией киевского метро сотрудничество с Украиной не ограничится. «Пока война продолжается, мы должны действовать и поддерживать наших друзей в Киеве и в других городах Украины. Инвестировать, чтобы работала экономика. С самого начала войны мы выплатили уже 1 миллиард 700 миллионов евро на экстренные нужды. И хочу повторить, мы будем поддерживать Украину и дальше».